Дождались в России, началось главное спортивное событие лета. Мы действительно подготовили обширную программу. К мельной миле вымастили дорогу на футбол и подсластили вайфаем, что кроме матчей приготовили для болельщиков на Кубани. Завтра площадь перед стадионом Фишт будет заполнена людьми. Футбольный Сочи разделился на два лагеря. Кто победит в завтрашнем матче, мнение фанатов на фоне скандала встанет красной фурией. Пенсионные ожидания продлили в правительстве и решили добавить рабочих будней для всей страны. Охота на фаворита, пока король и Анна не видят в Товсинском районе. Безоружные следопыты вышли на промысел на две недели раньше обычного. Была операция, в итоге остановка сердца, большая кровопотеря. Они делятся жизнью и не просят ничего взамен, но для этого надо хорошенько поесть и проснуться ни свет ни заря. Об этих новостях не только. Скажем, в ближайший час вы смотрите «Вечерние факты» на телеканале «Кубань-24». Здравствуйте. Сегодня весь мир смотрит на Москву. В эти минуты на стадионе Лужники проходит первый матч чемпионата мира 2018 года. Сборные России и Саудовской Аравии вышли на поле в 6 часов вечера. Эта встреча открыла главную мировую футбольную битву. На стадионе Лужники за матчем наблюдает российский президент. Присутствие Владимира Путина, глав 20 государств и, конечно, прикованные к игре взгляды миллионов поклонников футбола по всему миру. Обязывают спортсменов на красивую игру. Сейчас идет 73-я минута матча. Счет на табло 3-0 в пользу россиян. И первый гол этого мундиаля на счету полузащитника футбольного клуба Краснодара Юрия Газинского. Поддержать сборную России на стадион приехал и губернатор Краснодарского края. О своих впечатлениях от спортивного праздника Вениамин Кондратьев написал на своей странице в Твиттере. Чемпионат мира 2018. Старт дан. Мы долго к этому готовились и, уверен, сделали все для того, чтобы мировой праздник спорта прошел достойно. В стране выстроена отличная инфраструктура. Все организовано на самом высоком уровне. В этом уже сейчас убеждаются тысячи туристов. Болеем за наших. Сейчас им особенно нужна поддержка всей большой страны. Всех преданных болельщиков. Верим в нашу команду и в победу. А уже завтра большой футбольный праздник доберется и до Сочи. На газон стадиона Фишт выйдут команды Португалии и Испании. Далее сыграют Бельгия и Панама, Германия и Швеция, Австралия и Перу. Также самый южный стадион первенства примет 1-8 и четверть финал чемпионата. Многие звезды спорта на Кубани уже освоились. Испанцы в качестве тренировочной площадки выбрали Краснодар. В Анапе базируется сборная Дании. В Геленджике остановились исландцы и шведы. А в Сочи свои первые показательные тренировки уже провели бразильцы и поляки. Город-курорт заполонили тысячи болельщиков. Для их безопасности в Сочи на усиленный режим. Работу перевели все экстренные службы. Гостей со всего мира встречают волонтеры. Освечают первенства около 9 тысяч журналистов российских и иностранных. Пока без возгласов Олен, но с азартом в глазах и предвкушением зрелищной игры. В Адлер приехали болельщики из Москвы. В Сочи сегодня прибыл первый скоростной поезд, который доставил сотни футбольных фанатов. Двухэтажный состав отправился с Казанского вокзала столицы и мчался ровно в сутки. В пути сделали три остановки в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Туапсе. Поклонники игры миллионов ехали не только с ветерком, но и с комфортом. В вагонах приятная прохлада и бесплатный Wi-Fi. Состав поезда прибыл с населенностью более 80%. Все пассажиры остались довольны. С помощью переводчиков все необходимые оборудования и системы были разъяснены зрителям и болельщикам чемпионата. Бесплатно, да. Люксовый номер у нас был. Все прекрасно. Кондиционер и телевизор даже. Все замечательно. Оценить такие условия, причем бесплатно, смогут более 2,5 миллионов пассажиров, которые будут перемещаться между городами-участниками чемпионата. Ну а прибывшие из Москвы в Сочи фанаты, едва преодолев перрон, смогли взять пас от забиваки. Символ Мундиали установлен прямо у входа в ЖД вокзал. Те, кто не готов после долгого пути играть, могли и на удачу дать пять спортивному волку. Ну и, конечно, без селфи с ним не обошлось. Миллионам снимкам еще предстоит разлететься по соцсетям. Сейчас эпицентр футбольных страстей в Сочи сосредоточен на площади Южного Мола. Там сегодня открылась официальная фан-зона чемпионата мира. А в эти минуты тысячи болельщиков, не скрывая эмоций, следят за игрой российской сборной. На площади организована прямая трансляция. Кстати, как только прозвучит финальный свисток, счет игры отобразится на телебашне курорта. Специальное световое оборудование покажет результат игры всему городу. О том, как Сочи болеет футболом в центре фанатского рая, расскажет Максим Емельянов. В ожидании большого футбола зрители коротали время за настольным. И здесь сформировались свои команды, городов и даже стран. Страсти на маленьком поле кипели нешуточные. Усилить защиту, играть пастрии в атаке. Над столом звучали десятки тактических советов. Все это перекликалось с разговорами, которые звучали на главной площади у Южного Мола. Там обсуждали шансы нашей сборной на выход из группы, действия игроков и тренерского штаба. Мы надеемся, что сейчас пацаны дома играют, матч открытия на Лужниках. Но я в наших верю. Надо бороться за наших. Посмотрим после чемпионата, как он подобрал состав, кого взял, кого не взял. Будут потом все равно разбирать его дела, что он сделал, натворил или наоборот выиграл. Прорыва я ни от кого не жду. Я надеюсь, что хотя бы выйдут из группы. Это будет для нашей сборной с таким тренером уже отличный результат. Разговоры плавно растворялись в музыке. Счет концерта в фан-зоне открыли выступлением кубанского казачьего хора. В пляс вместе с солистами шли иностранные гости. Португалия, Бразилия, Польша. В Сочи съехались тысячи поклонников футбола из разных уголков света. Мы реально воодушевлены. Мы прилетели из Гоа специально посмотреть на игру сборной Португалии. Это будет замечательный матч. Противостояние Испании и Португалии будет лучшим. Мы несколько дней в России, она удивительна и люди замечательные. Это нечто. Фан-зона разбита на несколько площадок. Можно поиграть в футбольный гольф, оставить предсказания на матче и даже измерить громкость своего голоса. Болельщикам сила голоса этим летом понадобится. Отличное. Очень рады, что у нас в стране события такого масштаба. Душа радуется. Здесь одновременно могут разместиться 10 тысяч человек. Следить за играми они будут на огромном экране площадью 90 квадратных метров. Он сконструирован так, что не боится солнечных бликов. Картинка будет яркая и четкая. И единственный дискомфорт, который испытывают некоторые туристы от высоких температур воздуха. У нас в Карелии плюс 10 и холодно, и чуть ли не снег падает. А здесь 32 градуса и жара. Очень приятно, очень жарко. До моря еще, правда, не добрались. Сразу сюда в фан-зону поехали. В любой момент болельщики смогут освежиться. От выхода фан-зоны до моря рукой подать. Это единственная площадка чемпионата, расположенная на береговой линии. Скоро в фан-зоне для болельщиков станет еще жарче, обещают организаторы. Но это никак не связано с погодой. Здесь каждый день будут выступать зажигательные танцевальные и вокальные коллективы. В программе запланированы почти 90 концертов. Максим Емельянов, Сергей Щербин, Кубань, 24, Сочи. Сейчас, когда до конца первой игры Мундиаля, да еще с участием национальной сборной страны, остается меньше 15 минут. Мало кто не делает прогноз на исход матча. На свой отважились и наши телекомпания. Подредсказать итоговую цифру на табло Лужников мы попросили четырехлапого оракула по кличке Буч. Английский бульдог сегодня пришел на программу «Тема дня» и в прямом эфире попытался предсказать исход первого матча Мундиаля. На специальной платформе для него установили флаги команды у каждого миску с кормом. Россия, давай, давай. Ну, Буч. Ешь. Ничья, да, будет? Что, 0-0, что ли? Все мы понимали, что в одной миске... Пес долго сомневался, какую выбрать, но со второй попытки все же решил остановиться на России. Уже скоро станет известно, сбудется ли предсказание нашего оракула. Гостям чемпионата мира по футболу предлагают прыгнуть в бездну и посетить пивную экскурсию. Сегодня о туристических возможностях Краснодарского края журналистам рассказал министр курортов Христофор Константиниди. Для гостей приготовили сотни экскурсионных маршрутов и даже гастрономическую карту Кубани. В меню есть все, чего только душа пожелает от шашлыка до изысканных десертов в форме меча. Стритфуд-фестивали и национальная кухонь примут все города-участники Мундиаля. В Сочи площадку для кулинарных шедевров выделили в Олимпийском парке. На площадке фестиваля в Сочи мы представим не только черноморскую кухню, балтийскую кухню из Калининграда, волгоградскую кухню, но также к нам приедут осетинские пироги и бурятские бузы и перепечи из Удмуртской республики. Ну а еще гости края могут оценить кубанские вины. Специальные маршруты по всему региону были разработаны в преддверии Мундиаля. Гостям в Сочи покажут более 120 достопримечательностей. Среди них русский Диснейленд, скайпарк, чайные домики, олимпийские спортивные объекты. Отмечу, что обзорные экскурсии по городам-участникам FIFA будут проходить на русском и английском языках. Мы действительно подготовили обширную программу. Это экскурсионные маршруты. Причем мы выбрали отдельно самые лучшие, порядка 20-30 в каждом городе. Ну и, безусловно, полный перечень тоже предоставляем. Самые лучшие мы выбрали для того, чтобы удобнее и проще, оперативнее можно было выбрать нашим гостям. В ожидании гостей и пляжа Кубани. Сегодня это 100 километров обустроенных береговых зон. До 2019 года на каждый появится Wi-Fi. Пока это удовольствие доступно только отдыхающим в Сочи. Отмечу, что прошедший год стал рекордным для Краснодарского края. Регион посетили более 16 миллионов туристов. Все больше гостей выбирает отдых. По системе все включено. Спортивные объекты Краснодарского края в боевой футбольной готовности. Об этом сегодня на пресс-брифинге в Сочи сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Николай Далуда. Все инженерные системы стадионов настроены и работают исправно. Звук, освещение, оборудование для телетрансляции, видеонаблюдения. Все для того, чтобы обеспечить болельщикам комфорт и безопасность. Эти же требования соблюдены и на самой южной арене Модиаля. По периметру Фишта установлено 2000 камер, еще 210 – самой чаши. На входе в стадион проверять гостей будут через 178 рамок досмотра. Семь медицинских постов на территории стадиона лицензированы, оснащены всем необходимым оборудованием, лекарственными препаратами. Также 8 государственных и 13 муниципальных учреждений здравоохранения также готовы оказать помощь в случае необходимости, в случае доставки туда. Или игроков, или представителей тренерского штаба, или любого человека, которым будет необходима медицинская помощь. В Сочи уже прибыла сборная Португалии. Завтра она сразится с испанской национальной командой. Красная Фурия к этой встрече готовится в Краснодаре. Именно краевую столицу футболисты выбрали в качестве тренировочной базы. Первая игра чемпионата на Фиште начнется завтра в 21.00. И уже сейчас Сочи буквально живет предстоящей встречей. Это будет не только первая игра Мундиаля в нашем регионе, но и один из самых сложных и непредсказуемых матчей всего группового этапа. Испания и Португалия. Вечные соперники. На поле они бьются до последней минуты, используя любой шанс поразить ворота. Остроты предстоящей игре добавит и скандал, разразившийся вокруг Красной Фурии. Константин Перминов расскажет о перспективах на победу географических соседей и как накалило Сочи ожидание большого футбола. Завтра площадь перед стадионом Фишт будет заполнена людьми. Образно выражаясь, Олимпийский парк поделится на два лагеря. Первый из них испанский, второй португальский. Национальные команды именно этих стран откроют для Сочинской арены чемпионат мира по футболу 2018. И если еще вчера большинство специалистов было уверено, что победу одержит Испания, то сегодня прогнозы звучат уже не так убедительно. Дело все в том, что главный тренер испанцев Хулен Лапитеги накануне был уволен. Причем произошло это в Краснодаре. Именно в краевом центре провела последнюю неделю самая успешная национальная команда 21 века. И завтра здесь, в Сочи, она проведет свой первый матч чемпионата мира. Пока не все в пользу Красной Фурии. Об уходе наставника я уже сказал. А еще здесь, в Сочи, опять же, пока, по крайней мере, больше людей в национальных цветах португальской сборной. Это такое, можно сказать, первое впечатление. Но, вероятно, даже наверняка, завтра все будет иначе. Испанцы на курорт тоже прибывают. Сегодня, например, в сочинском аэропорту приземлился самолет с тремя сотнями фанатов на борту. Но это не последние болельщики в любом случае. Сочи очень похож на Испанию. Здесь такая же температура. Нам нравится. Конечно, победит Португалия. Смотрите, у нас смешанная группа. Вот маленький представитель нашего большого соседа. Здесь космическая атмосфера. И надеемся увидеть классный футбол. Я думаю, что счет в матче будет 2-1. Выиграет Испания. Надеюсь, что Роналду не сможет сыграть завтра. Выиграет Испания. Потому что мы чемпионы мира. Это world champion. 2000 лет. World champion. Champion del mundo. Испания. Испания 2. Portugal 1. Кто кого перекричит или переболеет, увидим завтра. А сегодня Сочи продолжает готовиться к Мундиалю. Хотя, все здесь уже давно готово. Фишт еще в прошлом году показал, на что способен. Олимпийский парк – это, пожалуй, лучшая прогулочная около стадионная зона в стране. Куда пойти, где, как и что отыскать. Обо всем расскажут вам таблички. Ну или специально обученные люди, волонтеры. Их здесь полно. Задача волонтера в первую очередь обеспечить комфортное передвижение всех людей, которые посетили наш город. И в данном случае Олимпийский парк. Мы направляем, мы объясняем. Если надо, мы провожаем тех, кто не понимает, куда идти. Или немножечко потерялся. Об этих ребятах и девчатах мы еще обязательно отдельно поговорим. Ну а пока ждем завтрашний вечер. Ждем матч Испания-Португалия. Но болеем в любом случае за национальную команду России. Константин Перминов, Денис Горбунов, Кубань-24, Сочи. Ну а тем, кто собирается следить за футбольными баталиями не в фан-зоне, а на трибунах стадиона, важно заранее выбрать сумку поменьше и проверить карман. ФИФА определила довольно длинный список вещей, с которыми на арену не пустят. На первом месте оружие. Любое. Оно относится к тому же классу опасности, что и фаеры, и прочая пиротехника. При этом, если охрана найдет в кармане болельничка-зажигалку или спички, не страшно. А вот спортивный инвентарь пронести не позволит. Велосипеды, ролики, скейты и смокаты придется оставить за границей фанатских трибун. Из самых невероятных запретов можно выделить зонтик. Его изымут на входе. Если я в сложном виде, он длиннее 25 сантиметров. Ну и, конечно, сесть в кресло болельщика не позволит при отсутствии двух самых важных документов поклонника игры миллионов, билета на матч и паспорта болельщика. Их положите в сумку в первую очередь. И стоит помнить, что выход в запрещенные зоны стадиона, на поле, в закрытые секции, раздевалки может стоить фанату свободы. На фоне спортивного бума залы для тренировок появятся в каждой кубанской глубинке. В этом году на строительство 12 универсальных площадок выделят 120 миллионов рублей. Постановление о распределении субсидий подписал губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в крае еще есть районы, где нет места для занятий физкультурой. Но из-за небольшого количества учеников возводить даже малобюджетные спорткомплексы там нецелесообразно. Глава региона отдал поручение разработать универсальные проекты спортзалов. Первые легко возводимые объекты появятся в Белореченском, Красноармейском, Ленинградском, Темрюкском районах, а также в Анапе. Кроме того, в планах этого года ремонт 35 спортивных залов в образовательных учреждениях. Для этого в казне региона уже предусмотрено больше 75 миллионов рублей. Спорты на земле и в море. В поселке Новомихайловском в акваторию вышли оптимисты и лазеры. Это номинование классов парусников, которые впервые в районе проводят открытую парусную регату. В гонке сражаются яхтсмены из разных городов Кубани, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Темрюка. Участникам не больше 19 лет. Хозяева состязаний, ученики местной спортшколы. А пока в море идет нешуточная борьба. За приз на берегу зрителей развлекают русалки и пираты. Победители и участников регаты ждут призы и дипломы. Имена лучших их сменов назовут завтра. Под Новроссийском спасателе МЧС тушит лес. По предварительным данным, огонь охватило более двух гектаров на ослоне Мархотского хребта. Пожарным пришлось поднимать авиацию. Вертолеты, самолеты, амфибия Би-200 пытаются остановить распространение пламяти. Все очаги проливают из земли. Обходить сгоревшую территорию будут до тех пор, пока не останется ни одного тлеющего уголька. Что стало причиной пожара, пока сказать трудно. Однако у брандмейстеров есть всего две версии. Первая. Огонь в лесу развели туристы и не потушили перед уходом. Вторая. Мусор. Возможно, луч солнца попал на стеклянную бутылку и началось возгорание. Спасатели просят жителей и гостей края не разводить костры на природе. Тем более, что сейчас в регионе высший уровень пожароопасности. Повысить пенсионный возраст предложили сегодня в правительстве России. Соответствующие законопроекты рассмотрели на заседании Кабмина. Теперь документ направят в Госдуму и Совет Федерации. Если его примут, то выйти на пенсию женщины смогут только в 63, а мужчины в 65 лет. Реформу планируют проводить постепенно. Переходный период начнется в 2019 и будет длиться не один год. Разработана специальная схема. Например, если сейчас 50-летняя женщина до пенсии должна работать еще 5 лет, то с принятием законопроекта пособие по возрасту она начнет получать только через 9. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, нововведение не затронет нынешних пенсионеров. Наоборот, выплаты немного увеличатся на 1000 рублей в год. Это может произойти благодаря росту НДС с 18 до 20%. Повышение налога тоже обсудили в правительстве. На Кубани впервые за 20 лет удалось снизить показатели смертности. А еще по итогам четырех месяцев Крайс стал первым регионом в России по абсолютному количеству спасенных жизней. Об этом рассказала вице-губернатор Анна Менькова во время селекторного совещания в Краснодаре. Основной темой встречи стало выполнение майских указов президента страны в сфере повышения продолжительности жизни населения. Сейчас на Кубани этот показатель увеличился и в среднем составляет 73 года. По расчетам кровьих властей, через 6 лет регион достигнет планки 78 лет, а к 2030 приблизится к 80. Для этого необходимо улучшать качество медицинских услуг. Еще на селекторе обсудили вопросы детской занятости в период летних каникул. На три месяца планируется трудоустроить около 22 тысяч подростков. На эти цели выделят примерно 84 миллиона рублей. У нас, в общем-то, горячая пора заключается в том, что у нас выпускные. Конечно, все должно быть с точки зрения безопасности оформлено безупречно. Самым главным мероприятием, коллеги, станет губернаторский бал. Это вечерние мероприятия. Я прошу обеспечить, во-первых, комфортную доставку детей. Все автобусы должны быть подготовлены. Все должно быть подготовлено. Ланчбоксы должны быть заготовлены для детей. Питьевая вода и так далее, коллеги. И, конечно, присмотр за детьми должен быть квалифицированный. Губернаторский бал пройдет 24 июня в Краснодаре. На площади возле здания законодательного собрания. Остальные выпускники проведут главный школьный вечер 26 числа, кроме Сочи. Здесь одноклассников проводят во взрослую жизнь 28 июня. Ну и последние новости из московских лужников, где буквально только что закончился первый матч Мундиаля в России. Закончился он уверенной победой сборной нашей страны. Это практически разгром 5-0. Таковы итоговые цифры на табло. Отрадно, что первый матч в истории этого Мундиаля записал на свой счет игрок сборной, игрок футбольного клуба Краснодар Юрий Гозинский. Поэтому мы поздравляем всех болельщиков и игроков нашей сборной и желаем им только успеха в дальнейших играх. Ну и а мы продолжаем выпуск. Вместо домашних заданий дискотека, вместо уроков аквагрим в школе-интернате Станицы Старо-Леушковской завершил работу уникальный детский лагерь. Впервые на базе специализированного учебного заведения сформировали 5 отрядов и организовали летний отдых для детей с ограниченными возможностями здоровья. В лагере побывала Валентина Бекшаева. «Ребята, отряд наш как называется? Аппельсин!» А теперь давайте вспомним наш девиз. «Словно только аппельсином мы дружны и неделим!» Всего две недели и дети обрели настоящих друзей. Здесь у Ракушки, так прозвали главную сцену лагеря, происходят самые важные события. Театральные постановки, танцы и, конечно, конкурсы. Александра Нисковская из Кореновска буквально на днях обрела новый статус мисс лагеря. «Там нужно было выходить красиво, костюмы туда-сюда. И получается, что я была самая привлекательная, самая для всех зрителей. И жюри выбрало меня и одели корону». Синие, жёлтые и зелёные на цвета разделились школьники из пяти районов края – Кореновского, Тихорецкого, Павловского, Ленинградского и Крыловского. На территории школы-интерната для них масса развлечений – мультики, спортивные игры, творческие часы и самый любимый – урок аквагрима. «Детям, конечно, хочется побыть в разных ролях. Одна девочка у меня говорила, я почувствовала себя бабочкой. Говорит, у меня словно выросли эти крылья за спиной. Я летаю». На первый взгляд эти счастливые дети ничем не отличаются от обычных школьников. Но для них этот отдых – что-то вроде социальной реабилитации. Экспериментальная смена в Старолеушковской открылась для ста ребят с лёгкой степенью умственной отсталости. В лагере работают коррекционно-развивающие площадки. Например, шашки – настоящая гимнастика для ума. «Раз-два. Теперь я выеду». «Мне тут нравится, тут так весело. Мы выезжаем. Вот вчера ездили на Ледовый дворец. Катались на коньках». «Я люблю спать, гулять. Мне тут нравится. Тут друзей у меня много». Опыт организации детского отдыха для школы-интерната первый, говорит директор. И удачный, потому что работать с такими ребятами здесь умеют. «С шестиразовым питанием и с большим разбросом мероприятий, начиная от Василковских ледовых дворцов до ленинградских плавательных бассейнов, плюс культурная программа. Каждый вечер всё это насыщенно, стадионы». «Сегодня Старо-Леушковская спецшкола – это настоящий мини-городок. 24 корпуса, больше 8 гектаров территории. В школе дают не только азы знаний, но и готовят детей к самостоятельной жизни. Это единственное в крае базовое учреждение, где спортивные дисциплины преподают детям с интеллектуальными нарушениями. Кроме того, больше 200 ребят имеют уникальную возможность обрести профессию. Здесь обучают столярному, швейному делу, каменной кладке, растеневодству и даже животноводству. Причём ученики осваивают не только теорию. «Дети-то у нас всё делают. И за скотиной ухаживают, и птицу кормят, и воду меняют, и всё-всё-всё. Но дети есть дети, поэтому есть ли какие безобразия, и я очень устал, я куда прихожу? Сюда, к поросятам, к коровам, к фазанам. Он мне рассказывает о надоях, обо всём, чем скотники занимаются, как дети доят коров». Фазан-красавчик делит вольер с декоративными голубями, курицами и петухом. На ферме разводят кроликов и крупнорогатый скот. А в садах выращивают яблоки, груши, персики и виноград. Есть даже своя небольшая пасека. Все эти площадки были в распоряжении и детей из лагеря. Сегодня смена подошла к концу. Впереди у детей долгие каникулы, а у руководства школы новые хлопоты. В планах к предстоящему учебному году открыть мастерскую и выпускать штукатуров второго разряда. Валентина Бекшаева, Денис Соколов, Кубань, 24, Павловский район. Ну и другим темам выпуска. Зерновые комбайны уже обработали больше 16 тысяч гектаров озимых полей. Сейчас агрария убирают ячмень и пшеницу, которая пережила холода под снежным одеялом. Страда началась неделю назад, темпы растут с каждым днём. Погода комбайнерам благоволит. К примеру, в Курганинском районе с задачей уже практически справились. В уборку район вошёл слаженно. Сегодня уже ряд хозяйств завершили уборку озимого ячменя. Переоборудуются и готовятся к уборке озимой пшеницы. Всего аграриям Кубани предстоит убрать 126 тысяч гектаров ячменя и почти полтора миллиона гектаров озимой пшеницы. Самые активные работы сейчас идут в Гулькевичском и Красноармейском районах. Всего в эту страду в полях региона будут работать более 40 тысяч сельхозмашин к приему урожая, готовые все элеваторы и хранилища края. В них можно единовременно разместить 13 миллионов тонн зерона. Спасает от облысения и сам с мягкой приятной щетиной. А ещё он близкий родственник крепкого орешка, хотя его так просто взять голыми руками. Всё это о перских. Сладкие плоды поспели в Талопсинских садах. Первый в этом году урожай уже собирают. Раньше всех зарумянился фаборит. Красно-оранжевой кожурой фрукты покрылись сопережением на две с половиной недели, чем удивили опытных агрономов. Всё из-за слишком тёплых зимы и весны, теперь судоводы только успевают носить вёдра от дерева к дереву. Сборка исключительно ручная. Уж слишком нежные плоды. Хороший персик, крупный, отборный. Отборный, то есть это идёт вот такой вот у нас сорт. Поменьше это уже идёт первый, а чуть меньше это уже идёт второй сорт персика. Диаметр идеального персика 5 сантиметров. Именно так в этом хозяйстве определяют, поспел ли сладкий товар. А ещё сад наполняется душистым ароматом. За смену рабочих собирают до 150 килограммов фруктов. Одновременно на ветках зависают около 30 человек. Через пару недель коллектив сборщиков увеличит вдвое. На подходе Король и Анна, новый сорт пирсиков. Работа будет кипеть до августа. И этот сезон в Топсинском районе обещает быть урожайным. В планах получить 300 тонн нектарных плодов. Это «Факты». Продолжаем выпуск. Отказаться от долевого строительства и ипотеки в России. Такое предложение выдвинула партия ЛДПР. По словам Владимира Жириновского, такие кардинальные меры помогут избежать мошенничества и банкротств на строительном рынке. При этом либерал-демократы предлагают ввести альтернативную меру поддержки населения. Восстановить систему жилищных кооперативов, которая была в советское время. При такой юридической форме управления жильцы сами контролируют выбор участка, проектирование здания и ход строительных работ. Но на каждом этапе государство должно оказывать поддержку, отметил Владимир Жириновский. Жильская – это лучшая форма, чем ипотека. Ибо вы сами организовываете кооператив, вы сами определяете строителя, вы сами документы выбираете. Все, все, то есть надежно. Но и здесь мошенники влезли. А я говорю, что у нас есть кооператив на тысячу человек. Люди не знают никого. И получатся практически не поделки. Что дочь проигрывает, что пащет кооператив. Кооперативы создавать по месту работы. Там, где вы друга знаете, и там жулик не пролезет. В дополнение необходимо ужесточить контроль за управляющими компаниями, чтобы на рынке остались только самые эффективные. Еще одна мера, которую предлагает ЛДПР – массовое строительство недорогих деревянных коттеджей. Для этого должна быть создана специальная госпрограмма. Она даст больше возможностей для приобретения первого жилья. А контроль со стороны правительства сделает процесс прозрачным. Все эти меры, по мнению Владимира Жириновского, позволят в течение нескольких лет устранить проблему с обманутыми дольщиками и дорогим жильем. А значит, улучшат уровень жизни населения. Сегодня по всему миру спасибо, говорят тем, кто помогает спасать человеческие жизни Международный день донора отметили и на Кубани. В регионе около 52 тысяч добровольцев, которые приходят в пункты сдачи крови по зову сердца, не требуя ничего взамен. Только в этом году в крае прошло шесть донорских акций, которые позволили пополнить Краевой банк крови примерно на полторы тысячи литров. О том, как стать донором и что для этого нужно, расскажет Маргарита Аветисян. На этой станции переливание крови всегда ажиотаж и очередь. Люди сменяют друг друга в креслах забора. За день через стерильные комнаты проходит около сотни человек. Анна Резникова в медицинском кресле сегодня 114 раз. Стать донором решила в 17 лет. Во время сложной операции девушка пережила клиническую смерть. Пережила благодаря неизвестному молодому человеку. Теперь его кровь течет в венах Анны. Когда я уже была два года как донор, у меня произошла ситуация нехорошая с ребенком. Также была операция, в итоге остановка сердца, большая кровопотеря. Ну и в тот момент я просто больше еще убедилась в том, что это нужно. То, что надо сдавать кровь. Стать донором несложно. И может быть любой человек, которому уже исполнилось 18, нет проблем со здоровьем, а вес превышает 50 килограммов. Сдать кровь лучше в первой половине дня и не на пустой желудок. В противном случае возможны головокружение и слабость. В больнице при себе достаточно иметь только паспорт. Уже на месте пациент проходит регистрацию. И его сразу направляют на осмотр к врачу. Там у донора берут кровь из пальца. А в лаборатории определят группу и резус. И еще уровень гемоглобина. Только после этого человека допускают в стерильную зону. В операционной у нас он располагается, донор, на конферкном кресле вот таком, в горизонтальном почти положении. Для сбора крови у нас есть специальные весы с покачиванием. Измеряют обязательно вес крови, то есть мы больше не возьмем. У нас одноразовая стерильная пластикатная тара. Все инструменты одноразовые. То есть чего-то бояться, какого-то заражения здесь не надо. После забора кровь отправят на переработку. Из нее выделят три компонента. Иритроциты, тромбоциты и плазму. Как говорят врачи, один донор может спасти три жизни. Но перед этим каждый образец медики досконально изучат. Мы выявляем антитела к вирусу иммунодефицита. И в дальнейшем наша лаборатория является скрининговой. В дальнейшем этот донор подлежит дополнительным исследованиям в профильном учреждении. Мы занимаемся также исследованием вируса гепатита В, С, сифилиса. Самой редкой считается четвертая группа крови с отрицательным резусом. Но ее в Краевом банке к донорским материалам сейчас достаточно. Между тем, хранилище, способное спасти с жизни тысячи людей, необходимо постоянно пополнять. Я сдаю 12 раз эту плазму для помощи людям, чтобы они были здоровы. Надеюсь, что донорская кровь, которую я сдаю, она поможет людям в трудных ситуациях. Ведь много аварий случается у нас в стране. И кровь нужна. И хорошо, что есть такие станции переливания крови. Сдавать кровь не только благородно, но и полезно для здоровья. В среднем в организме взрослого человека циркулирует примерно 4 литра. Ученые доказали, что потеря 12% общего объема служит своеобразной тренировкой организма. Клетки активизируются, улучшают иммунитет и повышают стрессоустойчивость. Маргарита Витясяна, Алина Сорокина, Дмитрий Забелин, Кубань, 24, Краснодар. Протянуть руку помощи, но не в медицинском кабинете, а на сцене театра решили краснодарские актеры. Они ставят благотворительный спектакль, а все средства с купленных билетов отдадут подопечного фонда «Край добра» Саше Глинщикову. У мальчика рак сетчатки глаза. Поможет ему не чудо, а неравнодушные краснодарцы. Чтобы рассказать о том, что приходится переживать мальчику, артисты выбрали особенную пьесу. Главная героиня не видит и не слышит, но учится преодолевать свой недуг. Основной посыл, который хотят донести актеры со сцены, никогда не стоит опускать руки. Всегда есть те, кто может помочь. Надежда на выздоровление есть и у Саши Глинщикова. Мы хотим нашим спектаклем дать ему надежду, благодаря фонду «Край добра», благодаря неравнодушным людям, которые, по счастью, очень много в нашем городе и крае, которые откликнулись и решили помочь нам в организации. Благотворительный спектакль «Только одно чудо» пройдет в Краснодарском драмтеатре 18-го числа в 7 часов вечера. Любой желающий может купить билеты и тем самым подарить шанс на выздоровление Саше Глинщиковой.